Друзья мои, всем огромный привет! Снова рад вас видеть на канале. Ну, слушайте, тема нашей сегодняшней беседы будет про парфюмерию. Разговор у нас будет очень длинным, поэтому запасайтесь чаями-кофеями, бутерами. И кому интересно, присоединяйтесь. И я вам сейчас вкратце расскажу, о чем мы с вами поговорим. Ну, друзья мои, зачастую я сталкиваюсь с очень частым вопросом, который мне задают мои дорогие подписчики, новые люди, которые приходят ко мне на канале, дорогие мои новые зрители. Ну, и, естественно, те новички, новички, повторюсь, парфюмерии, которые хотят окунуться в этот прекрасный мир парфюмерии, которые хотят каким-то образом его познать, ну, и вступить в наши ряды, так сказать, парфюмерного маньячества, ну, если можно так выразиться. Так вот, друзья мои, об этом мы с вами сегодня и поговорим. Я понимаю, что у нас с вами катастрофически не хватает времени на то или иное, чтобы листать какие-то статьи, читать, чтобы о чем-то таком, не то чтобы размыслить, да, а вот что-то вот узнать. Я для вас сегодня подготовил вот этот выпуск, да, именно посвящен будет срокам хранения парфюмерии, чем отличаются сроки от несроков и правда ли, что просроченная парфюмерия является некачественной. Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим, потому что это, ну, как и для меня, да, так же, как и для многих вас, такая вот, ну, можно сказать, наболевшая, интересная будет тема, потому что многие из нас с вами досталкиваемся с той или иной парфюмерией, ее приобретаем где-то, может быть, у перекупов или у магазинов, и зачастую бывает, что магазины некоторые выставляют на продажу просроченную продукцию, вот, но вот об этом мы с вами сегодня и поболтаем, побеседуем и расставим все точки над ее, все-таки узнаем, в конце концов, чревато ли это для нас с вами, ударяет ли это по нашему кошельку или, наоборот, ничего страшного в этом нету, вот, так что усаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Я заготовил статью, статья длинная, я ее, естественно, буду цитировать, буду комментировать и буду высказывать свое мнение. Ну, давайте приступим к нашей с вами беседе. Ну, итак, какой срок годности духов, да, и правила хранения парфюмерии? Ну, всем нам известно, да, что парфюмерию надо хранить правильно. В огромном и необъятном парфюмерном мире существуют темы, которые вызывают огромное количество споров, пересудов и дискуссий. Ну, это так на самом деле, да, потому что один человек говорит одно, второй другое, третий, третье. В итоге друг друга не понимаем где-то как-то, да, что-то, может быть, мы не уловили, что-то мы упустили. И получается вот такая вот катавасия, в которой нам нужно с вами разобраться, что мы сейчас с вами сделаем в дальнейшем. Ну, друзья мои, смотрите, даже если вы начинающий любитель парфюмерии, делающий свои такие вот робкие шаги или знаток со стажем, вы неизбежно коснетесь этой темы, с этой проблемой, да, вот со сроками хранения. Вот. И следующий у нас такой подзаголовок. Есть ли у духов сроки годности и каковы они? Ну, естественно, считается, что запечатанные флаконы, ну, в коробочках, да, которые хранятся несколько лет, но это естественно, да, потому что у каждого флакона, который мы с вами где-либо приобретаем, стоит срок годности, срок изготовления, дата изготовления и дата, и пишут использовать до. Сейчас мы к этому вернемся, потому что это очень интересный факт. В парфюмерии именно, ну, я с этим уже сталкивался, и не только я, и многие из нас с вами. Просто зачастую почему-то люди боятся, да, то есть если видят, что, допустим, срок годности, якобы годности парфюмерии, подходит к концу, или он уже вот-вот закачивался, значит, думаю, что все, духи носить нельзя. Это большая ошибка, к этому мы сейчас с вами еще вернемся. При этом, по принятым европейским меркам, ну, стандартным, да, меркам, стандартным, как хотите, срок годности составляет 5 лет, а по российским – 3 года. Важно отметить, что чем больше насыщенная основа используется для духов, тем дольше они хранятся. Но это уже, как сказать, срок хранения, на мой взгляд, насколько я это знаю, ну, не особо зависит от концентрации того или иного аромата. К этому мы тоже с вами вернемся. Существует мнение, что срок годности в 3 года не более чем грамотный, заметьте, грамотный, ход маркетологов и попытка угодить обществу и потребителю. Ну, блин, это на самом деле как и есть. Сроки годности, вот если я сейчас помню, у меня есть один винтажный аромат, да не один, несколько, там никогда не ставился срок использовать до, там ставился год выпуска. Я вот сейчас не найду, мне долго его искать, бежать, но так оно есть, когда я буду делать очередной выпуск, посвященный винтажу или снятостям, там будет это все указано, я вам все расскажу. Есть в моей коллекции, да может быть даже у многих из нас с вами, ароматы, где стоит только год или дата выпуска. И вот не написано, что использовать до этого раньше не было. Это, честно вам скажу, это не только уловка маркетологов, сейчас мы об этом тоже поговорим, это по какой-то причине, я даже не знаю какой, я не давал с подробностей, это все, ну, может быть, проделки Роспотребнадзора. Для чего это сделано, ну, нам с вами судить, не знаю. Если вам будет еще интересна эта тема, почему так это все сделано, вы мне напишите, я покопаюсь, найду информацию, и мы с вами эту тему также обсудим. Вот, ведь, кстати, вот еще интересный факт такой, да, ведь чем меньше что-либо хранится, тем чаще нам нужно это покупать. Ну, собственно, так оно и есть. Ну, я не знаю, как вы, я, например, даже вот, если нам немножко отойти от темы парфюмерии и взять, допустим, какие-нибудь, ну, скажем так, продукты, да, если, допустим, вы покупаете, ну, грубо говоря, представьте молоко, вы берете, да, у него срок хранения неделю. Значит, мы все думаем, что оно качественное, что оно натуральное, что оно без примесей, без химикатов и без того или другого. Ну, это пример просто, да, а есть, опять же, молоко, да, которое написано на упаковке, срок годности, допустим, полгода или год. Все это значит намешанная, там, сухая смесь, допустим, разбавленной водой. Ну, это все понятно, это вот здесь то же самое с духами, да, то есть я такой вот небольшой вам пример привел. То есть если вы смотрите, что, допустим, у того или иного аромата срок годности, ну, допустим, вот, как у нас сейчас, апрель месяц, а до апреля 24, что все, в мае он уже просрочка, все, надо выкидывать. Ну, мы к этому сейчас вернемся. Сейчас вернемся, а пока мы с вами, значит, обсудим важные условия хранения парфюмерии. Ну, что у нас является важным условием хранения парфюмерии? Значит, одним из важнейших условий продления срока годности парфюмерии является полное соблюдение правил хранения духов. То есть мы сами с вами, да, можем еще продлить срок годности нашего с вами любимого аромата. Для идеальной сохранности аромата нужно, сейчас самое главное, что нужно, под пункт пошли. Соблюдать температурный режим, это обязательно. Оптимальная температура для хранения парфюмерии плюс 20-25 градусов. Необходимо держать духи в плотно закрытой упаковке, не допускать прямого попадания солнечных лучей. Но вы знаете, вот почему, опять же, да, почему парфюмеры создают ароматы в темном непрозрачном стекле? Именно в стекле, заметьте, не в пластиковой посуде, не в пластиковой талии, ни в коем случае, именно в темной стеклянной посуде. Потому что темное стекло не пропускает солнечные лучи. И если вы замечали, очень много есть таких закрашенных, да, вот у нас флаконов, например. Да, ну, бывают и прозрачные, но, как правило, попадаются закрашенные или просто матовое стекло, или же оно темное. И если вы покупаете аромат, у которого прозрачный флакон, вот именно там белый, синий, неважно, именно прозрачный, всегда храните его в упаковке. Ну, не обязательно оригинальный в какой-то, вот, я не знаю, принесите в какую-то там ящичку, куда-нибудь попадать солнечный свет. Это важно. Это очень важно. Так, следить за оптимальной влажностью в помещении, где хранятся ваши флакончики. Лучше, если влажность будет не менее 70%. Ну, это обычное помещение, да. Ни в коем случае не допускать как резкого перегрева, так и резкого переохлаждения аромата. И то, и другое может губительно сказаться на содержимом флакона. Поэтому очень важно, когда вы покупаете тот или иной аромат, допустим, купили какие-то духи, допустим, зимой на улице минус там, ну, пусть будет минус 20, да. Естественно, пока вы их довезете домой, они у вас хранятся, ну, пока вы едете там куда-то, неважно, в транспорте у него перепад температуры. Естественно, сам по себе аромат сходит с ума, да, вот. Поэтому любой аромат, не обязательно российский производитель или известный какой-то бренд, нужно ему хотя бы дать, хотя бы несколько дней, ну, максимум недельку отстояться дома. То есть остыть, успокоиться, привыкнуть к этому температурному режиму и уже тогда его наносить. Ну, купили, вы сразу на себя не брызгаете, потерпите. Ну, потерпите несколько дней, он придет в себя, он остынет, он привыкнет. Ну, это, с другой стороны, знаете, как вот кто-то переехал в другое помещение, в другое место жительства, да, и человек, ну, давайте сейчас вот про парфюм, ему надо осмотреться, ему надо обжиться, надо привыкнуть к этой атмосфере. Ну, вот, это как нам с вами, да, вот, если мы переезжаем, то же самое с духами, вот, с ароматами. Поэтому не торопитесь, да, дайте парфюму отстояться спокойно, выдержать его уже, тогда можете его применять. Тщательно следите, чтобы внутрь флакона, в основном это касается флакона без распылителя, заметьте, без распылителя, да, который идут намазом, не попадали посторонние частички или волокна. Не держите ваши ароматы на полочке в ванной комнате, ну, там, большая влага, вы знаете, да. Старайтесь, чтобы флаконы были закреплены устойчивом положении. Недопустимо носить духи с собой в сумочке флаконы. Я, вот, например, нарушаю эту, ну, не традиция, этот закон, да, я таскаю с собой целые флаконы. Ну, вот, вот это я делаю, честно говоря, неправильно, но они у меня долго не живут, я их очень быстро использую, поэтому мне их хватает, там, ну, как бы дать, ну, я, да, я ношу флаконы в сумке, каюсь. То есть, вот здесь я уже нарушаю политику сохранности того или иного аромата. Вот, то есть, что нам с вами нужно. Так, сумочки. Для этого существуют специальные travel-варианты, да, то есть, атомайзеры, куда можно отлить аромат, с собой спокойно таскать, либо хранить в горизонтальном положении. То есть, если вы его куда-то с собой везли, старайтесь, чтобы он у вас был вот в таком стоячем положении, да, вот просто не валялся, не так, не сяк, а вот именно, чтобы он был у вас стоя, в горизонтальном положении. Наиболее продвинутые, в кавычках, продвинутые парфюманьяки, ну, это большинство наше, да, скажем так, но, друзья мои, новички, вступайте в наши ряды, вам тоже это все понравится, покупают для хранения своих сокровищ винный шкаф. Ну, есть, да, парфюмерные шкафы, так мы их называем, так, в котором есть возможность поддерживать нужную температуру и влажность, и полная защита от тряски, падения и ультрафиолетовых лучей. Ну, в принципе, да, в принципе, да, рекомендуется хранить те или иные ароматы, вот, практически так же, как хранят вина, потому что, в принципе, в принципе, аромат, если даже он слишком возрастной, да, это такой же прекрасный аромат, как и хорошее выдержанное там вино или тот же самый коньяк. Ну, к этому сейчас еще вернемся. Теперь давайте поговорим с вами о винтаже и о снятостях и о их качестве. Вот это самая главная тема, но в этой теме мы с вами, знаете, еще что затронем. Я сейчас вам зацитирую статью, ну, естественно, как бы, не то, что как-то вот, оправдаюсь, развею все ваши сомнения по поводу именно вот сроков годности. Ну, здесь будет более подробно все описано, я вам сейчас все это процитирую. Значит, здесь стоит упомянуть в этой статье, ну, именно даже вот не только в статье, а вообще, да, вот, если мы говорим сейчас о винтаже или о снятостях ароматов, которые сняты, вот, что стоит упомянуть, что при соблюдении всех правил хранения качественный парфюм может храниться очень долго и долго. То есть не 3-5 лет, как указано в упаковке, а 20 и более. На формулах, на форумах, простите, парфюмерных сайтах всегда были и есть и будут желающие найти и добавить в свою коллекцию очередной раритет. Ну, согласитесь, это так на самом деле. Так называемый винтаж – вещь поистине уникальная. Под этим определением обычно подразумевают духи, выпущенные и имевшие популярность в первой половине прошлого века. Ну, может быть, даже в первой половине нашего века, начнем с того, да, то есть если мы не будем брать 900 лохматые года, а даже возьмем нулевые, это уже, считай, по идее, тоже винтаж, потому что уже прошло больше 20 лет с нулевых годов, да. То есть если вы приобрели, повторюсь, тотальный парфюм, там, допустим, в начале 2000-х, даже до 2010-го, это уже раритет, это уже, можно сказать, и если аромат снял с производства, это уже реально винтаж, о чем я многим и пишу в комментариях. И эти вопросы, естественно, я озвучиваю, ну, либо в снимах, либо в своих видео. Вот. Так, что у нас там дальше идет? Либо ароматы, выпущенные позднее, но уже снятые с производства. Ну, вот о чем я вам сейчас и сказал, да, то есть либо это тот век, либо это нынешний век, но аромат, который снят с производства, это считается уже винтажом. Эти духи поистине выражают дух времени и являются символами ушедших эпох. Ну, в принципе, это, да, это логично, это правильно и, я бы сказал, это справедливо. Сейчас я вам покажу один из вот таких вот винтажных ароматов. Ну, друзья мои, всем вам, многим из вас знакомо такой, ну, один из самых моих любимейших брендов парфюмерии, к сожалению, который уже сколько, пять лет не существует, то есть сам парфюмерный гигант обанкротился, это многим из нас с вами любимая, дорогая сердце, дорогая душе парфюмерия легендарной фабрики Дзинтерс. Вот один из этих ароматов, моя версия модерн, да, видите, даже написано Дзинтерс, моя версия модерн, оригинальный аромат. И я вам сейчас вот именно расскажу вот о наболевшем, о чем, собственно, мы с вами сегодня и беседуем. Смотрите, сейчас поближе вам попробую показать, если вам видно, да, дата стоит 20-23 месяц 21 года, и сверху написано Best Before, да, то есть желательно употребить переводится. Я не знаю, видите вы сейчас или нет, что-то он меня не фокусирует, фокуса нет, ну, написано Best Before, то есть производителям рекомендуется, опять же, рекомендует производитель употребить этот аромат до 21-го года марта месяца. Сегодня какой у нас год? 24-й. То есть, и если брать европейский стандарт 5 лет, то отминусуйте от этой даты 5 лет, и вы узнаете, когда был произведен этот аромат, да. Ну, давайте посчитаем, в каком году, да, в 16-м, этот аромат 16-го года. То есть, мало того, что у него срок реализации, повторюсь, не вот срок годности, желательно употребить, но это, как правило, пишут, да, вообще, вот, что подразумевается под датой, срок, желательно употребить или там употребить до. Это своего рода, ну, как я уже говорил в начале, да, маркетинговый ход, и это задумка Роспотребнадзора. Вот этой аббревиатуре, если можно так назвать, да, употребить до, подразумевается немножко другое. Реализовать до такой-то даты. Потому что многие из нас с вами скажут, ой, ну, не многие, а некоторые говорят такие, знаете, вот, ой, это все, это просрочка, это никуда, ни к чему не годное, это вообще чуть ли не выбросить. Ну, друзья мои, вот этот аромат, я не знаю, найдете вы вот этот динтер где-то на сайтах или нет, у меня он еще есть. Он у меня еще, кстати, не один, несколько осталось, я их берегу, я их буду выставлять на продажу, это мы потом с вами обсудим в ближайшем выпуске. Но, тем не менее, они у меня есть. Еще остались. У меня даже остался, помню, один мужской, который я, тот выпущен, по-моему, вообще чуть ли не в 14-м году. И он до сих пор у меня стоит полный запечатанный, и я его пока берегу. Я его еще никуда не буду отдавать. Так, смею вас заверить, друзья мои, что он, да, он у меня запечатанный. Он, видите, хранится в оригинальной упаковке. Есть у меня и открытые такие же. Но, если их хранить правильно, они у вас будут храниться 100 лет. Есть у меня аромат в коллекции 82-го года выпуска, да, то есть чуть-чуть моложе меня. Сколько ему? 40, да? Где-то так. И он есть, и он до сих пор шикарно звучит. Он шикарно... Ну, давайте русским языком выражаться пахнет. И он не утратил нисколечко своих свойств. Он, наоборот, мне кажется, стал еще насыщеннее, лучше, деликатнее, приятнее и презентабельнее, по своему звучанию, чем он был, ну, я так думаю, изначально. Потому что я не помню, как он звучал в 82-м году, когда он появился в нашей семье. Это надо спрашивать у мамы, она лучше знает ее аромат. А вот, но, тем не менее, он у нас сохранился. И сколько у нас еще продержится, я не знаю. Ну, дай бог, он еще... Он стоит, и пусть стоит. Ну, как говорится, не то же ждет своего часа, но... 40 лет аромата, это уже, извините, да, как бы срок... Будь здоров. Как говорится, столько не живут. Ну, это я так, смеюсь. Вот, поэтому мой вам совет, ну, не верите мне, спросите у кого-то другого, более знающих людей, чем у меня. Я вам просто высказываю сейчас свое мнение, да, и вы вправе писать в комментариях, согласны вы со мной или не согласны, или, может быть, у вас на эту тему есть свое какое-то мнение, которое вы тоже можете с удовольствием высказывать, и я, особенно, прочту, и, ну, по возможности отвечу на ваш комментарий. Вот, я считаю, что срока годности, срока давности у парфюмерии нет, потому что если их хранить правильно в доступном месте, то они у нас прослужат и 100 лет. Почему я всегда ароматы, ну, приравниваю, да, к вину или к коньяку? Ну, сами знаете, да, что чем выдержаннее коньяк или чем выдержаннее вино, а то и другое делается на спирту, заметьте, как и духи только в вине менее спирта, да, содержится, если даже бывает, что вообще не содержится, а в коньяке достаточно количества спирта. И вы сами прекрасно все знаете, чем выдержаннее коньяк, или то же самое вино, тем оно дороже, насыщеннее, вкуснее, приятнее, и стоит, естественно, как чугунный мост. Это то же самое касается парфюмерии. Это я говорил всегда и буду говорить. И хрен вы меня переспорите, если такие спорщики найдутся. Вот честно вам говорю. Давайте вернемся к статье. Вот, и если следовать общепринятым стандартам, нормам, такая парфюмерия должна считаться якобы просроченной, да. Ну вот, сейчас вам об этом рассказал, якобы просроченной. Но опять же повторюсь, что это не, ну не то, что не факт, это заблуждение. Это заблуждение, в которое нас с вами, ну, грубо говоря, ткнули носом, да, и мы, ну, на это повелись. Однако суммы, которые коллекционеры готовы выложить за отдельно взятый флакончик, наводит на мысль об обратном. У по-настоящему качественных духов срок годности понятия скорее весьма и весьма относительное. Вот именно это я хотел подчеркнуть вот в этом, не вот в этой статье, да, а в том, что я вам рассказывал про вот этот вот винтажный, не побоюсь этого слова, винтажный аромат от компании Zinders, который вот я вам сейчас продемонстрирую. Ну или вот вам еще один пример, например, да, пример, например. Ну, вы меня поняли, еще один пример. Вам необычайно прям, ну, до дрожи в коленях понравился тот или иной аромат, да. Вы прям вот, ваш аж трясет, вот, уходите вы его. У меня такое бывает, у меня до трясучки хочется, но вот бывает, что нет возможности так или иначе его приобрести. Вы с ним сроднились, то есть при... Вот вы его послушали, да, перед тем, как купить, например, или просто вот познакомились. Вы поняли, что это ваше, что вы с ним сроднились, что вы в него влюблены, и жизнь без него вообще для вас не представляет никакого смысла. То есть вы жить не можете без этого, без этой вещи, да, без этого аромата, вот бывает такое, да, вот если мне захотелось что-то, я в доску расшибусь, и я куплю себе эту вещь. Я не буду спать ночами, меня будут мучить кошмары, почему у меня этой вещи нету. Я все-таки рано или поздно ее приобрету, да, то же самое касается именно любимого нашего с вами аромата. Вот, это ваша вторая кожа. Ну, в принципе, да, вот ароматы, которые мы с вами несем на себе, это, в принципе, да, это наша вторая одежда, вторая кожа, это наш показатель, это наш стимул, это наш стиль, это наше второе лицо. Как еще можно его назвать, парфюмерное «я». Отражение, как я уже говорил, да, вашей сути, ну, называйте, как хотите, то есть здесь уже можно обозвать, как ваше душе угоднее. Ну, вот вы узнаете, что вашего любимчика, блин, снимаю с производства, что делать? Ну, не вать ружеволосы на, позвольте, интересном месте, да. Вот, надо что, надо брать, хапать, и не один брать, а 20, 30, 50, 100 штук, чтобы они у вас были. Вот, неужели у вас возникает, не возникнет желание, да, как вот, ну, запастись ароматом как можно больше, ну, в принципе, да, купить несколько штук, а потом приложить все усилия и сохранить запасы как можно дольше. Ну, разумеется, да, друзья мои, разумеется, если вот я жить не могу, вообще жизни не писать без этого аромата, тут бац, я узнаю, что вы сняли, или я уже узнал об этом слишком поздно, что якобы уже компания сняла тот или иной аромат, но я еще знаю, где его можно купить, что если он есть на складах, естественно, я куплю не один, я куплю их там, ну, по мере возможности, по финансам, ну, пусть будет десяток, да, и потом я уже буду знать, что мне хватит на тысячу лет, и я так вот, фу, затру под солба и скажу, yes, он у меня есть. Вы знаете, у меня была такая же гонка, такая же беготня за одним ароматом, ну, вы все прекрасно его знаете, он, по-моему, он тоже уже снят с производства, насколько я помню, он снят с производства, мне очень понравился, безумно понравился аромат, Елизабет Арден, 5-й авеню. Вот 7-й есть, 10-й есть, там, по-моему, 12-й авеню есть, 5-го я не видел уже, ну, со времен Саря Гороха, честно вам скажу, ну, где-то я в последний раз, может быть, где-то видел и на полочках, и на интернет-сайтах, по-моему, есть, мне не изменяет память, где-то в 17-м году. И тут чисто случайно я нашел этот аромат, но есть некоторые сайты, да, у которых можно найти тот или иной, ну, винтаж или редкость, скажем так, редкостный аромат, который выпущен либо лимитированным изданием, который, кстати, тоже приравнится к винтажу, или же аромат снят с производства, а у них, допустим, остались какие-то залежи. Я был безумно счастлив, когда я купил себе этот флакон. Он мне стоит, и я над ним трясусь. Типа царь кощей над задом чахнет, можно и так сказать. Вот это про меня. Здесь, в принципе, то же самое, да. И вот после вот этого, вот когда вы как бы вот приложите все усилия, чтобы приобрести этот аромат в нескольких экземплярах, да, и вот напишите мне в комментариях, будете ли вы руководствоваться при этом пресловутыми тремя-пятью годами, указанными на упаковке. Вот ответьте мне, пожалуйста, в комментариях на этот, ну, на мой взгляд, важный вопрос. Я вам сейчас сразу скажу свой ответ. Я даже на них смотреть не буду, на эти сроки. Вот честно. Вот просто не буду смотреть. Если я увидел тот или иной аромат, вот если я где-нибудь найду в магазине вот этот Зиндерс, ну, не этот любой из Зиндерсов, я его хапну без разговоров, я не знаю, я даже на сроки смотреть не буду, мне это неинтересно. Потому что я знаю, что этот Зиндерс, что это именно тот производитель, тот концерт, которого уже нет и уже никогда не будет, и он у меня есть. Но это легенда. Это уже легенда. И таких ароматов полным-полно. Или вот, например, тоже есть у меня в коллекции снят аромат, даже не один, два. Вот и в Севлоран Эль, всем известный, да, и, например, если взять пример Миднайт Пуазон, вот в этом темном бочоночке, в таком. Все, он тоже снят. И хрен вы его где найдете. И если мне удосужиться с ним где-то его найти, естественно, я возьму несколько штук, потому что, ну, все, ребята, это, это знаете, это как будто найти мешок с кладом. Ну, сундук с кладом, простите, не мешок сундук с кладом. То есть это я вот к этому вот так вот приравниваю. И, в принципе, это так и есть. То есть я, например, не буду смотреть на сроки годности, давности, когда он был разлит, до какого срока его рекомендуют. Типа того, что а-ля best before, да, как говорится. Вот. Мне чихать, вот честно. Вот я не знаю, как вам, пишите в комментариях, вот как вы вот относитесь вот именно к этому. Ну, давайте продолжим. Держитесь, осталось нам совсем чуть-чуть. Итак, сроки годности той или иной композиции истек. Да, как определить? Одним из признаков, здесь, так сказать, тоже много всего интересного, одним из признаков истекшего срока годности может послужить изменение цвета жидкости во флаконе. То есть вы понимаете, да, то есть, допустим, прошло, вот это вот прошло, вот эти 3-5 лет, указанные на упаковке, и вы судорожно понимаете, а у вас, ну, во флаконе осталось еще энное количество жидкостей, и вы судорожно понимаете, что у вас парфюм там посветлел или потемел, изменил цветность. Что вы будете делать? Кричать караул или выбросить? Не торопитесь, друзья мои, сейчас самое интересное. Но не всегда это верно, вот сейчас вот мы к этому идем, так как иногда, к примеру, потемнение является вариантом норм. Заметьте, что потемнение флакона, ну, то есть, жидкости или посветление, то есть, изменение цвета жидкости, это является вариантом нормы. Поэтому, если вы обнаружили в вашей коллекции 1, 2, 3 десяток ароматов, которые потемнели или посветлели, не выбрасывайте сразу, подождите, это норм, это нормально, это не говорит о том, что он все, он испарился, улетучился, что он поменял кислотность, что-то там еще, щелочной баланс и так далее, если, опять же, вы правильно храните. Если, конечно, вы храните неправильно, вы стоите у вас там подоконники, при неминусеете, да, это уже все, это будет не пойми что, черти что, и сбоку бантик. Но если вы храните аромат правильно, и он у вас потемнел или посветлел, не выбрасывайте, не выбрасывайте, потом сами же об этом пожалеете. Так, что еще? Еще одним признаком просрочки, в кавычках просрочки, может стать то, что запах духов станет более кислым или в нем появится металлический оттенок. Но это да, это если вы нарвались на, допустим, жалкую коленную, скажем так, аромат, который вы сделаны на коленке, ну, на подделку, на лютую подделку, это да, он изменит. Опять же, если ваш флакон хранится вне надлежащим образом, ненадлежащим образом, да, и туда попали там воздух, там частички какие-то ваши, может быть, кожи, или частички пота, или еще чего-нибудь, то да, аромат имеет свойство испортиться. Это да. Но при правильном хранении ему сам черт не почем, поверьте мне. еще, заметьте, забыл сказать вам один очень тоже важный, интересный фактор. Если вы обнаружили, что каким-то образом в вашем флаконе появилось так называемый не оттенок, а что-то там плавое, да, осадок, вот, осадок, не пугайтесь, это тоже норм для парфюмерии, это тоже нормально. Бывает такое, что, допустим, у срок футурной письмной упаковки того или иного парфюма у вас он еще остался, да, и он, а, и у него единственное, что может сделать, у него могут исчезнуть верхние ноты, а базовые и сердечные ноты, то есть база может, простите, исчезнуть, а сердце и база, они могут звучать еще значительно лучше, эффективнее и интереснее, они звучали вот в этом трио. То есть если у вас исчезает один какой-то компонент, не пугайтесь, это норм для парфюмерии. Вот. Ну что, друзья, мы сделаем с вами вывод. Ну что же у нас, собственно, в выводе. В мире, естественно, все относительно, да, ничего нет постоянного, все относительно. Возможно, покупая товар, опять же, подчеркиваю, возможно, покупая товар в непроверенном месте или наткнувшись на явную подделку или некачественный парфюм, проблема срока годности будет вас волновать. Но качественные же духи, произведенные из проверенных компонентов, соблюдением всех норм, которые бережно хранятся, имеют шанс на жизнь более долгую, чем определили безликие цифры, называемые сроком годности. Вот вам и ответ на нашу с вами сегодняшнюю тему. То есть, не обращайте внимания на сроки годности, на сроки от и до, да, выпущен тогда-то, используя до тогда-то. На это вообще не обращайте никакого внимания. Это тьфу и растереть. Это все, как я уже говорил выше, да, маркетинговый ход, это все проделки рост потреб надзора, чтобы все у них было четко. И если же вы, как правило, замечаете такой факт, да, что некоторые магазины реализуют, занимаются реализацией парфюмерии, если вы видите на них скидки, а вы никогда не задумываете, почему мы бы талли на скидку, причем такая хорошая скидка, такая добротная, да. Если представьте себе, допустим, парфюм у вас стоит, ну, к примеру, 5 тысяч, а тут бац, вы увидели, он стоит 800 рублей. У вас какое закладывает сомнение, что это подделка, да, соответственно, а, это левак. Ребята, ни в коем случае не левак. Понимаете, вот представьте себе ситуацию, вы приходите в тот или иной парфюмерный бутив, вы видите, стоит, что аромат той же самой марки, да, который стоит, допустим, 5 тысяч, и такой же рядом стоит, стоит 700 рублей, значит, что будет, что это подделка? Это на упаковке подходит срок, к концу срок реализации, и, естественно, чтобы этой парфюмерной компании, не которая производит, а которая продает, реализует ароматы, не попасть на бешеный штраф от проверочных всех вот этих вот индустрий, инспекций и так далее, да, они делают бешеные скидки, чтобы этого аромата у них при проверке или при пересчете не нашли. Но это не говорит о том, что это подделка, потому что, знаете, вот опять же, если вернувшись к комментариям, как сейчас я вспоминаю, некоторые пишут, ой, вот я купила там, ну, пусть будет, да, возьмите любой там, пусть будет Шанель, за 800 рублей, фу, это реально паль, или, допустим, я какой-нибудь ролик выпускаю, говорю, что вот, допустим, я купил там Курашен Блю, да, он стоит 750 рублей, вы сразу меня чем закидаете, тухлыми яйцами и помидорами, скажете, фу, это паль, это подделка, да что ты там этот самый несешь, туфту и так далее, ребят, но если углубиться, если вот реально заняться этим вопросом, не поленитесь, откройте, поинтересуйтесь у людей, откройте любую статью, сказанную, про это вам там скажут, что зачастую, я уже повторюсь, что вот эти безликие цифры, которые называются сроком годности, еще не говорят о том, что это левая паль, или это левый парфюм, это далеко не так, это очень глубочайшее заблуждение, опять же, хочу еще вас заверить, вот буквально недавно, помните, я снимал выпуск, что вот я купил в Литуаль аромат, и через какое-то время, там через 2-3 месяца, я не пользовался, он мне просто стоял, потом он что-то пользовался, у меня отвалилась вот эта вот штучка, да, у колпачка, вот, сейчас вам покажу, я пошел туда на разборки, ну вы видели, я не то, что на разборку, я просто спросил, что сказал, что да, могут поменять, это заводской брак, но, брак-то он заводской, но это еще не говорит о том, что это паль, что это левак, мы с вами, друзья, мы что берем, что нам конкретно нужно при покупке парфюмерии, вам важен флакон или содержимое, мне содержимое, мне его хоть в ладошке вот так вот найдут, или в карман, или в целлофановый пакетик, мне пофиг, вот честно, я в кружку его налью и поставлю на крючку, и он у меня будет стоять, мне главное содержимое, потому что мы с вами платим деньги за то, что у нас внутри, как это будет на нас сидеть, как это будет на нас отражаться, ну, как мы себя будем в этом аромате чувствовать, да, и так далее, и так далее, и так далее, и что, мне вот коцнут этот флакон, да мне тьфу, и растереть на это вот с высокой колокольни трижды раком, кромыслом с раком, ой, ну, типа такого, да, вы поняли, вот, то есть мне, это для меня, это далеко не показатель, что это левак, вот далеко не показатель, вот честно, вот я вам серьезно говорю, Это не показатель. Всем свойственно ошибаться. Духи льются на заводах. Где-то что-то замкнуло, заклинило, переклинило. Где-то не наглядели. Это нормальный человеческий фактор. Но самое главное, что у нас с вами внутри налит. Понимаете? Самое главное. Поэтому постарайтесь к этому, к таким комментариям, или к тем выпускам, которые не только я делаю, а другие блогеры. Если вам сказали, что купили тот или иной аромат известного какого-нибудь бренда за сущие копейки, это не значит, что вам показывают, вам рассказывают о левой подделке. Отнюдь нет. Понимаете? Это нормально. Это нормально, потому что, повторюсь, что тот или иной магазин, если он не хочет налететь на штраф, или чтобы их закрыли, естественно, будут продавать ароматы с бешеной скидкой. То же самое было у меня. У меня парфюмерный магазин держался 4 года. Естественно, я отслеживал сроки, будем говорить, сроки годности, сроки реализации на том или ином парфюме. И были у меня такие случаи, что если аромату, допустим, остается жить, ну, пусть будет 2-3 месяца, естественно, я его отдавал по цене со скидкой. Но чуть ли не даром. Потому что мне от него, сами знаете, да, ну, не то, что избавиться, да, я не хочу просто иметь с властями, грубо говоря, проблем. То же самое касается других магазинов и других предпринимателей. Поэтому на это, пожалуйста, еще раз повторю, не застряйте внимания. И если вы увидели ваш любимый бренд с бешеной скидкой, ну, можно сказать, за сущие копейки, берите, даже не раздумывая. Вот просто не раздумывая. Ну, это опять же мое мнение. Я вам сейчас не навязываюсь. Я вам сейчас просто высказываю свое мнение. И очень вас прошу, обязательно пишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете. Ну, друзья мои, наша с вами длительная встреча и долгая беседа подошла к концу. Спасибо, что были сегодня у меня на канале. Спасибо, что уделили мне время. Я вам благодарен за то, что вы меня выслушали. Пока я появляюсь, редко опять навалилось много работы, но я вас уверяю, что чаще, ну, в ближайшее время я буду чаще выходить к вам на связь. Вот. Ну, что еще хочу вам сказать. Не буду вас долго, опять же, отвлекать вашего времени. Пишите, что вы об этом думаете, о мною вышесказанном, а то именно на ту тему, что мы с вами сегодня обсудили. Если у вас по этому будут какие-либо вопросы, не стесняйтесь, пишите, я всегда отвечу. Вот. Ну, и сейчас, сейчас, друзья мои, я с вами прощаюсь. Всего вам самого наилучшего. Всего вам самого хорошего. Берегите себя. Отличных вам дней, отличных вам вечеров, утров. У кого сейчас что, да, кто когда меня смотрит. Все. Я с вами прощаюсь. На этом наш с вами выпуск завершен. До новых встреч. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok